Свой поединок. Послушаем сейчас Олега Невежина, нашего ринганонца. 28 wins, 9 defeats. Стойл от нот-деппайтера Чудо. Репрезентом Юналистичного Киндоу. Чи-и-и-и-и-м Чудо. Бол-дэ-д! В Красном Уклу, спортсмен, который был 31 год, его рост на 77 сантиметров. Официальный вес бойца 77 килограммов, 500 граммов. Его профессиональный рекорд 19 в мае, 15 в момент и 4 поражения. Стрит в котором работает спортсмен ММА представитель России Геннадий Ковалев. Ну и вот стартовый поединок сегодняшнего вечера. Джим Уолхед против Геннадия Ковалева. Джим Уолхед ведет серию из трех побед. Причем последнюю он одержал над Рафалом Моксом, известному спортсмену, российским зрителям. Геннадий Ковалев также ведет серию из четырех побед. Кстати, проигрывал Антону Радману, который будет выступать сегодняшним вечером и тоже находится в этом гран-при. Да. И, кстати, Антон Радман хорватский спортсмен. Он очень удивительный парень. В свое время он Джамал Курбанов, как раз тренер, представитель клуба «Гладиатор» в городе Владивосток. По сути, создатель этого клуба. Он всегда рядом находится с своим подопечным, с Геннадием Ковалевым. Он как раз тоже проигрывал удушением. По-моему, если мне память не изменяет, треугольником. Антон Радман одел этот треугольник как раз с Джамал Курбаном. Да, хороший грэпплер. Ну, вот противостояние началось. Идет такая разведка. Бойцы опытные, сразу не бросаются, сломя в голову атаку. Гена действительно не просто у него череда побед. Он сейчас очень психологически такой, знаете, на победоносной волне находится. Великолепно себя ощущает. Сделал вес достаточно грамотно, уверенно, без лишних каких-то нервотрепок. И при этом, вы знаете, последние бои я его очень хорошо, значит, так, отмечал. И показательно, что он достаточно часто из этих поединков нокаутировал. И вот как раз его ударная мощь с рук, она помогала ему как раз последний бою закончить досрочно. Перед этим два поединка он очень красиво завершил. Причем одного японца он нокаутировал в Владивостоке. И очень хорошего бразильца он в Сочи на турнире S17 также красиво нокаутировал. Да, вот прошло уже больше минут. Вот первый атак от Геннадия, такой левый на скачке мы видим. Да, Максим, к слову о том, что Геннадий хорошо восстановился, видим, что мышечная масса довольно-таки впечатляющая для этого веса, у этого спортсмена. Джим Лохот более такой сухой, более, ну, выше, подтянутый, наверное. Посмотрим, да, насколько это сыграет на руку обоим бойцам. Скажу вам больше, уважаемые телезрители. Геннадий Ковалев все-таки здесь чувствует себя как дома, отчасти, потому что он буквально недавно перед своим поединком в Азии он провел сбор, очень успешный сбор. После этого сбора он выиграл, опять же, нокаутом свой поединок в Азии. Успешный сбор в Чечне. Вот здесь опять правильный республик повторно. И на левом боковом он завершает свою комбинацию сбор. О, ищущий попадание. Сейчас Борцем правильный пропустил навстречу. Геннадий сейчас также и достаточно ощутимый удар пропустил. Чуть его сболтнуло даже. Рассек, рассек он даже Геннадия Ковалева одним точным попаданием. Причем вы заметили, да, Санамбек, несколько ударов сам тяжело пропустил Джим Уолха. И при этом один удар всего лишь навсего на отходе, навстречу, и сразу же есть ущерб. Ущерб явный. Ущерб есть, попытка прохода в ноги от Джима Уолхада. Мы знаем, что он базовый дзюдоист, у него даже прозвище Джудо, да, такое само по себе говорящее. И здесь мы ждем от него зацепы и какие-то попытки бросков. Но Геннадий физически очень сильный, видно, не дает пока переводить. Рассечение очень сильное, рассечение, знаете где, это как раз переносится. Переносится, да. Очень неприятное рассечение. Это очень такой момент, как раз пространство на лице, вот переносится, это место, оно очень такое болезненное. И плюс достаточно трудно именно в этом месте заживить рассечение, вы знаете. Да, удивительно, да, Максим. Один удар всего лишь, да, привел вот к такому. Всего лишь один удар, да. Одно точное попадание. И склеить это рассечение будет действительно сложно. Сейчас посмотрите. Не так часто мы видим как раз в Грозном, в Клизьей, чтобы камера как раз наводила фокус на человека, который многим неизвестен, например. Ну да, да. Но вот здесь он знает, что... Герой ознакомец из сериала, насколько я знаю, но имя не помню. Все-таки этот человек тоже здесь, но, видимо, в других кругах. В определенных кругах, да. Да, здесь, опять же говоря, о том, что происходило в начале первого раунда, мы помним два повторных правых прямой и левой сбоку. Классика бокса, которой Геннадий владеет такими знаниями. Базовый боксер, напомню еще раз. Хотя мы услышали в данных информационных, он у себя сказал, что представитель ММА уже себя он позиционирует как бойцом смешного стиля. Он, естественно, имеет право однозначно, потому что таким являться. Слишком много боев уже Геннадий провел в клетке. Напомню, их 19, уже это 20-й поединок. Да, Виктор Корнеев, да, начал с того же места, где завершили перед паузой бойцы этот отрезок времени. А я-то остановился на том, что... Вот, пожалуйста, Николя Аннелька, да, звезда мирового футбола. Николя Аннелька, который сейчас уже не Николя, он принял ислам и его как-то иначе зовут. Но фамилия осталась та же. Да, да, да. И вот мы видим первый перевод партера от Джима Уолхеда. Все-таки, да, вот настойчиво навязывает он свою игру базовому боксеру, как вы сказали. И пытается обойти гард. Давай задеть! Да, вот позиция сбоку, позиция сайдемаунт от Джима Уолхеда. Сейчас пытается улучшить он свою позицию. Да, вот подсказывают, осталась минута. Видим, что рассечение открывается, да, снова и снова у Ковалева. Да, но мы уже озвучили, что это все-таки то место, переносица, которое очень трудно скрепить, рассечение. И это будет сложно действительно сделать по бою. А возвращаясь, почему я остановился на мысли о том, что он чувствует себя как дома, Геннадий, в Чечне, потому что он провел достаточно успешный и такой положительный сбор в Чечне. Причем в двух клубах он тренировался. Тренировался и в Ахмате, и в Беркут. В Толстове он ездил, соответственно, с членами команды. Из клуба Гладиатора из Дальнего Востока несколько ребят прилетело. И они большие молодцы. И они отработали, так здесь, на ура этот сбор. После чего уже Геннадий выиграл поединок в Азии быстренько нокаутом, завершив свою пользу. Но и здесь пока сложно ему приходится. Плюс мы знаем, как только урон происходит по ходу поединка, очень психологически в этом случае сложнее намного вести поединок, потому что уже фокусируешься на своей проблеме. Да, позиция маунт в конце раунда занимает Джим Волхот и проводит добивание. И вот сейчас бэтмаунт уже отдает спину Геннадию, но чувствует, что конец раунда. И есть конец раунда, он пытался это сделать максимально грамотно, тактически. Вот сейчас здесь с рассечением надо. Рассечение, конечно, оно мешает. Кровь заливает лицо и кровь заливает в том числе глаза, прежде всего. Это, конечно, является такой достаточно серьезной проблемой. Да, работы много сейчас будет у Катменов, у врачей, которые выйдут. Сейчас мы видим, что-то попытаются придумать они за эту минуту. Ну, а Джим Волхот, видим, вполне себе спокоен. Он понимает, что забрал первый раунд и, в принципе, без ущерба для себя, с ущербом для соперника. Вот этот один удар, первый же удар, в котором он попал Ковалева, оказался таким неудачным для российского бойца. А вот пока есть пауза, возвращаясь вот к Николе Амелька, которую мы с вами уже увидели на экранах, Николе Амелька, является очередным примером того, что не только топовые футболисты с мировым именем, но и вообще в целом представители мирового спорта приезжают в Ченскую Республику, в Россию и, естественно, в город Грозный, столицу Ченской Республики, и посещают вот эти крутые события по линии единоборств. Потому что, как мне кажется, Грозный превращается в центр мировых единоборств. Да, несомненно, Максим, потому что эти ивенты, так сказать, которые здесь проводятся, эти турниры, действительно, без преувеличения мирового масштаба, мирового уровня, что, как вы уже и сказали, привлекает внимание таких известных людей, спортсменов, как Николя Амелька. Итак, начинается второй раунд. Геннадий, конечно, он, наверное, сам, честно вам признаюсь, удивился от того, что он несколько раз достаточно жестко попал право-прямой, лево-сбоку. Именно левый боковой был точен. Причем несколько раз даже он зацепил прям достаточно так ощутимо своего оппонента из Англии. Но тут же одним ударом пропущенным, на отходе двигался тогда, назад смещался англичанин. И он встретил, и сразу же был урон. И при этом чуть-таки даже встряхнул он, болтанул Геннадия. Геннадий после чего немного, чуть-чуть растерялся. Да, ну, Джим Уолхотт боец очень стойкий. Он встречался с сильнейшими спортсменами мира. С таким, как вот правый, левый, да, через руку. Лайман Гуд, Рик Хоун, Беллатор, он проигрывал обоим, но проигрывал решениями. Что еще раз говорит о том, что боец, он очень стойкий. И поэтому, я думаю, Геннадию, конечно, трудно будет, да, вот как-то... Налегке выиграть, так скажем. Налегке, да, вот. Возможно, ох, проход ноги, да. Успел, успел, кстати, выпустить колено Геннадий. И достаточно ощутимо попал в область груди, по-моему, удар пролетел. Если бы чуть-чуть выше и время было бы чуть-чуть больше, мог бы даже и в подбородок навстречу. Здесь справа, и чуть-чуть Геннадий чувствует, чувствует, что есть заряд в его двух кулаках. И есть желание попасть тяжело, хочет нокаутировать. Вот он опять сейчас пытается нокаутировать. Видно, что тоннаж тяжелый у Геннадия, и есть желание именно нокаутировать своего оппонента из Англии. Попасть одним ударом. Но знаете, здесь левый сбоку на выходе, а Геннадий попадает. Здесь может сработать закон, когда сильно желаешь нокаутировать, можешь, во-первых, не сделать этого, так и не попадешь. А второй закон срабатывать в единоборствах сам можешь пропустить на встречу. Да, наткнуться можно на встречу, конечно, очень опасно. Здесь очень аккуратно. Очень довольно очевидно, да, Геннадий проводит. Хотя пока еще скорости хватает, удары достигают цели. Да, либо совсем рядом. Вы правы, что явно он и очевидно бросается. На именно тяжелый нокаутирующий удар, настраиваясь. Но здесь, еще раз говорю, здесь вот эти два правила нельзя забывать. Не только, естественно, бойцам, но и телезрителям, потому что неожиданно можно увидеть концовочку. Да, вот Джим Уолхотт упорно пытается затянуть в партер. Это очевидно, потому что шанс кроется именно там для его победы. Это его стихия, область, где он чувствует себя наиболее комфортно. Но все-таки, Максим, как-то вот без ударов, так же очевидно, предсказуемо. Вот, мне кажется, с такой физической силой, как у Геннадия Ковалева, он, мы видим, справляется с этими проходами. Слишком тоже откровенно Джим Уолхотт не скрывает ударами свои проходы. Да, здесь вам соглашусь, и нет действительно ложных действий, нет маневров стороны как раз Джима Уолхотта. И я думаю, что именно в этом кроется тот нюанс, что он не может осуществить качественный тейкдаун, не может как раз сбросить своего оппонента, нашего россиянина Геннадия Ковалева, на канвас клетки. И здесь, смотрите, Геннадий защищается, парень опытный, как я уже говорил, 20-й поединок в ММА у Гены. И были в том числе, было познание, так скажем, познание стороны Геннадия Ковалева и горечи поражений. И так же мне доводилось комментировать те поединки. И в свое время, кстати, Гена дрался с Ксавье. Кстати, тоже проигрывал, да, Ксавье Фу Пупакаму, несостоявшийся участник сегодняшнего турнира. К сожалению, не смог получить он визу. На 84 килограмма, но другой весовой шаг. Да, вот я же говорил, вы же тоже отметили, да, Максим, насколько силен физически Геннадий. И вот для весовой категории 84 тоже он немаленький, так сказать. Видимо, где он и начинал свою карьеру. Да, да, он 84 очень много дрался. И там просто уже команда приняла решение гонять вес еще более существенно на 77, для того, чтобы иметь хоть какие-то преимущественные составляющие перед своим оппонентом. Сегодня он... О, такой правый на выходе тоже. Сегодня он имеет физическое превосходство над соперником, это очевидно. Джим Молхед, вот один раз получилось у него перевести Ковалева партер. Сейчас пока это ему не удается. Причем это сделал в первом раунде, в первом раунде за счет того, что тогда он пропустил удар, как раз Гена пропустил на отходе от Уолхеда. И здесь Уолхеда уже, ему сложнее это выполнить техническое действие во втором раунде. В первом раунде после хорошего, действительно точного удара, выпущенного со своей стороны, все лишь одного единственного, но очень верного, он сразу же воспользовался вот такой замешательством у Геннадия и отправил его на канвас осуществить тейдаун. Здесь во втором раунде пока ничего подобного не получается, Гена очень грамотно защищает, все видит. Ну и при этом, если быть честно, нужно повториться, в том числе и мысль, которую вы сказали, Асланбек, так что слишком явно бросается в ноги не на высокой скорости Уолхеда. Вчера на взвешивании удалось переговорить с английским спортсменом мне, насколько мне позволяют базовые данные английского. Я попытался спросить, на что он делает упор, и Джим не скрывал то, что будет бороться, будет пытаться бросать, потому что он базовый водоист. Вот, что мы сегодня видим, да, это его стратегия. А вот, кстати, надо отметить, что рассечение-то не такое внушительное, да, как им было в первом раунде. Да, рассечение, оно уже не так кровоточит, действительно, они его, видимо, смогли каким-то образом. Ну вот здесь врач работает, и Катман, тот самый Катман, и он же врач, потому что здесь, наверное, это сразу же в одном лице двое. Он отработал свою работу великолепно на 5 баллов, и максимально постарался ликвидировать, как раз рассечение. Вроде бы это получилось. Да, Джим уже не так свеж, как после первого раунда. Много сил, видимо, затратил он на эти попытки, бесчисленные, бесконечные проходы в ноги. Максим, что мы имеем? Мне кажется, вот все-таки во втором раунде Геннадий, не дав перевести себя в партер, вполне себе может забрать второй раунд в лице судей. И получается, сейчас у нас решающий третий раунд, как бы банально, да, это не звучало? Да, согласен, что он уж точно решающим является третий раунд. Здесь по формуле поединков, естественно, три раунда по пять минут. Ну и мы знаем, что титульные бои будут пять по пять. Это веха бойца в собственном развитии, в смешанных единоборствах. И, кстати, кто проходил пять по пять, я честно признаюсь, снимаю не только шляпу, но и действительно делаю уважительный поклон этим людям, потому что это истинная, такая профессиональная, серьезная каторжная работа. Да, это, конечно, уровень, это знак качества. Вот проход в одну ногу очередной от джима Уолхеда. Пытается посадить он соперника, да, попытка тейкдауна. Почему-то не доводит он ее до конца. Обычно базовые вольники, они где-то вот ходят вниз, плотно хватают ногу, да, оттуда сажают, закручивают стороны или прижимают к сетке. Как-то вот это, эти моменты невидимы. Геннадий, во-первых, невысокого роста, а он, кстати, ниже, чем Уолхед. Это очень важный фактор при проходе ноги, да. Именно при защите, да, при тейкдаун-дефенсе, так называемой. Да, тейкдаун-дефенсе, в том числе и защиты от прохода. Это важный фактор, который срабатывает в пользу Геннадия. Плюс Геннадий очень грамотно, естественно, сразу же координирует себя. Вы заметили, он с координацией дружит, он быстро перестраивается, он еще, так, знаете, становится приземистее, и его сложно свалить. Да, и так центр тяжести низкий у Геннадия, он еще, как вы сказали, становится приземистее. Вот очередная неудачная попытка, выходят из клинча бойцы. Видно, подустали, подустали, вот Геннадий выбросил правый. Головой даже сейчас Геннадий с выброшенным справа ударом столкнулся, причем столкнулся достаточно ощутимо. Все-таки рассечение опять начинает, знаете, нести свой урон и, опять же, кровоточить, и причем достаточно так неприятно. Там еще и гематома уже возникла небольшой. Есть как раз распаление на левый глаз. Да, вот все-таки, видите, останавливает Эктор Корнеев повединок. Опять же, вот видите, гематома достаточно существенная. Причем, по-моему, даже гематома сейчас ухудшил вот этим столкновением головами. Как раз Геннадий заряжался на один удар справа, причем достаточно так явно. Знаете, как я в этом случае говорю, когда идет тренерская работа, с моей стороны, когда только по спящему сопернику можно попасть, человек, который заснул. Но вот тот, который защищается или который сопротивляется или осуществляет противостояние против тебя, поверьте, такие простые действия, они не могут чаще всего принести успех. А как раз наоборот. Вот в ту же позицию возвращает Виктор Корнеев в бойцов. Клинч возле сетки. И надо откровенно сказать, Максим, что не так уж много, да, событий происходит вот в клетке. Видимо... Ну и скорости. Знаете, скорости невысокие. Давайте отметим. Все-таки от скоростных качеств мы всегда отталкиваемся. Если скорости поднимаются. Вот здесь попадает сейчас Геннадий справа. И тут же попытка осуществить тейкдаун. И вроде бы сейчас получается, Гена чувствует, что надо вырывать третий раунд. И есть! Да, да, вот. Здорово! Это в пользу Геннадия. Сейчас Гена начинает включаться по полной. И прямо видно, это было сгой энергии. Вы только сказали о том, что действительно темп невысокий, действий не так много. И Гена как будто вас услышал о Сламбек. Да, неожиданным получилась эта попытка прохода в ноги от Геннадия Ковалева. Именно для Джима Уолхода. Видим, что она заставила его врасплох. Причем это не просто попытка, она реализованная была. Да, удачная попытка, я бы сказал. Но все-таки, да, вот выходит... Здесь на зацепе. На зацепе. И вот дзюдоистские такие фишки, так сказать. Казалось бы, вырвался вперед в глазах судей. Да, вот если представят, да, как судьи считают этот поединок. Казалось бы, вот удачное действие совершил Геннадий. Но тут же дает... И казалось бы, раунд уже начал уходить в сторону Геннадия Ковалева. Да, казалось бы, был переломный момент. Но вот Джим Уолход встал и потом сам снова перевел Геннадия. Вот кровь мешает, видите, кровь, посмотрите, уважаемые телезрители, кто сейчас особенно так внимательно смотрел как раз на лицо Геннадия Ковалева. Видно было, что он даже пытался морганиями, морганиями убрать кровь. Да, вот добивание. Да, вот мы сейчас видим на экранах как раз тоже гостей из Франции, которые непосредственно прилетели на сегодняшний турнир, второй турнир под названием Грам-при Ахмаду-2016. Напомню, 1,4 финала, дорогие друзья. Сегодня предстоит нам увидеть 77 килограммов весовой дивизион розыгрыш 1,4. 84, 93 килограмма и плюс 93, супертяжелый вес. Самое интересное. Вот как раз Абдул-Керим Идилов, боец UFC, наш дорогой брат. И его братья также, трое сыновей, Рамзан Ахмад Чикадырова, Эли, Адам и как раз Ахмад. Да, вот видим, забирает концовку, конечно, Джим Волхат. Да, вот такое, конечно, кровавое месиво у нас получается. Очень сильно рассечен нос. Там же гематома у Геннадия. Витя, вы успели сказать, что все-таки рассечение практически исчезло во втором раунде. Все-таки то место, где получил рассечение Геннадия, оно действительно всегда будет вызывать проблемы по ходу. Да, вот скорости, конечно, очень не хватает Джима Волхату. Видимо, возрастной спортсмен, и это качество у него ухудшилось. Да, кстати, скорости его и в проходах, его в проходах ноги, проходов туловища, попытки. Его все, мы видели, они были достаточно так замедленны. Да, боец, безусловно, очень хороший, опытный, сильный. Но вот в этом компоненте, конечно, вот мы видим, насколько даже в замедленном таком повторе эти удары. Но вот. Гена молодец, сразу же не лежит, ни в коем случае сам же поднялся. Очень жесткий поединок для Геннадия, конечно. Да, да, посмотрите, рассечение гематомы тяжеленное. И кровь все еще льется, и очень сильно льется. Просто замучился от этой травмы сам Геннадий. Представляете, насколько тяжело ему дышать было, да, вот в таком состоянии? Это урон, тот самый урон, физический урон, который влияет на ход поединка, поверьте. Да, и, друзья, кто вот особенно любит только смотреть бои, и сам не пропускал тяжелых ударов, не имел глубоких рассечений, и не состязался где-либо с подобными травмами, тот, наверное, и не поймет всей сложности, как проводить поединок, неважно, на улице или в клетке, или в ринге, вот с подобными травмами и ущербом. Это нужно действительно пройти, прожить, ощутить, и тогда понимаешь всю сложность и все последствия именно, которые тебя могут действительно отягощать во время поединка. Да, вот Абдулманаб, Нурмагомедов и Рамзан Несива были на экране. Абдулманаб, величайший наш Абдулманаб Нурмагомедов, тренер заслужения этой страны. Одиногласно. Одиногласно, Джим Уэлхед одерживает победу над Геннадием Ковалевым в розыгрыше Гран-при Ахмад 2016, идет дальше в полуфинальную стадию, англичанин заходит. А возвращаясь к нашему великому Абдулманабу Нурмагомедову, тренеру и отцу нашего потрясающего...